всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня вот такое вот видео называется она кто такой бог кто такой иисус кто такой иисус он бог более длинное название четыре шага в одном узнать и познать иисус христа или мой ответ к христианина иудеям язычникам мусульманам псевдо христианам верующим бесам и далее по списку кто такой иисус но точнее я в этом видео дам ответ не на не просто дам ответ на вопрос кто такой иисус а дам путь к познанию того кто такой иисус это огромная разница но в этом есть и суть моего сегодняшнего видео у меня есть уже соответствующий на моих каналах плейлист который одноименно так и называется иисус христос бог или нет иисус христос бог точно так же называется страничка одноименно на моем сайте христолюб точка ру или христолюб рф по-русски можете просто ввести в поисковике и он вам его выдаст это видео у меня уже есть плейлист как я сказал там разные ролики собраны но структурно я не занимался пока этой темы хотя естественно всех моих видео при чтении библии эта тема красной ниточкой идет на протяжении всего чтения библии с моими комментариями которые все целиком есть у меня на канале христолюб чтение библии иных писания этим роликом я сразу скажу что буду делиться с теми у меня очень много сойдут после того как я стал писать шорцы появилась в комментариях там мусульман который у которых волнует только один вопрос причем под роликами а кто знает я пишу шорцы на библейскую на евангельские темы в основном да и мусульмане приходит только с одним вопросами не знаю как им там выдаются эти ролики почему они их там смотрят один вопрос это где вы все взяли что иисус бог да они пророк и кто знает я на канале христолюб чтение библии писаний в том числе записал коран мое прочтение с моими комментариями я там указывала кто со мной прошел тот путь видел как я все время сам возмущался что единственное что похоже перед мучают мусульманина это вот почему иисуса христиане сделали богом да это там в каждой главе без этого просто глава сура не обходилась да если если я бы это этот вопрос и возмущение мусульманина не затронул вот именно поэтому это мой такой ответ это будет предисловие к плейлисту это будет такое видео не знаю какой по длине я буду сам делиться вам рекомендую этим роликом делиться с теми кто вас будет вопрошать иудей будь то будь то язычник будь то мусульманин будь то кришна это будь то буддист будь кто угодно атеист и будь то же самое уж сегодня я обязательно скажу кое-что слово и для христиан и для последователей ученика но многие из которых на самом деле верится только псевдо христианами ну или часто их называют верующими бесами по посланию апостола иакова обязательно в конце будет рекомендация для тех кто досмотрит это для избранных для последователей христа я поделюсь своим опытом проповеди кратко поделюсь вот после длинного ролика и скажу самое единственное возможное средство кому-нибудь донести что-нибудь о христе принципе она непосредственно связано со всей темой видео да как каков путь познания узнать о христе и познать его об этом и сегодня будем с вами говорить я буду читать тексты которые которые создал на своем сайте мы с вами сегодня не будем читать ничего из библии практически из евангелия совсем там коротенькие цитаты в основном это все мои 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 мысли выложены но сейчас это делается не на бумагу а в электронном виде давайте прочитаем начнем с предисловия который написал к этой странице иисус христос бог или нет иисус христос кто же он бог любовь во плоти сын божий или сын человеческий мессия или пророк вторая ипоста из три единого бога или очередной аватар святого духа ничем не отличающийся от будды мухаммеда а также моисея и всех праведников и пророков ветхого завета над этими вопросами ломали ломают и будут ломать себе головы до всеобщего суда не только не христиане но даже и сами ученики иисуса христа деятельно исполняющие его святые заповеди в своей христианской жизни но все эти ответы и подобные вопросы вы найдете на все все ответы на эти подобные вопросы вы найдете посмотрев данное видео ну и все видео соответствующие соответствую которые будут находиться в этом плейлисте здесь сейчас 20 видео я говорю они за всю мою проповедническую так скажем время собраны некоторые близко к теме некоторые достаточно отдаленно я никогда не ставил себе целью собрать в одном месте все места кто знает из писания которые говорят что иисус бог да но в общем то этим роликом я открываю так скажем эту тему этот плейлист и буду потихоньку эту тему в своей деятельности тоже проходить этот путь как конкретно по этой мысли и вот показывать вот и сегодняшний роде такой ролик такой будет вот ролик предисловие давайте начнем с первого пункта я его назвал предисловие я первое предложение признаюсь взять не сам написал взял там с одного сайта да несмотря на множество входящих состав библии книг она представляет собой цельное произведение одной из принципиальных ее особенностей является христологичность о христе сообщается и в писаниях ветхого завета и в писаниях нового завета в свою очередь новый завет является христоцентричным я сразу оговорюсь вы знаете поделившись этим роликом не ждите что сразу какой-то положительной реакции я сам ее не жду я в своей жизни убедился в том что люди очень часто задают вопросы не ища на них ответов дело даже не в риторичности вопросы которые как его и так прозвали суть в которого в том что человек не ждет ответа да но якобы он действительно задает вам с целью чтобы вы ему ответили но когда ты сбрасываешь там свое видео у людей есть свои блоги свои сайты я говорю какие-то посты свои там телеграм-каналы еще что-то люди делятся информации не обязательно прямо каждому живому человеку отвечая одно и то же тем более тяжело делать проповеднику который у которого какое-то разное количество обращающих к нему людей не может всем одно и то же говорит для того то проповедники такие как я и пишут видео что потом ими просто делиться чтобы не повторять одно и то же каждом я вас уверяю от опыта свои своего проповеднического служения что людям в основной своей массе просто не нужны ответы вопрос которые называют непонятно вообще зачем они это делают вот не ожидать них ответов точно так же я несмотря на все мое разно разноголосие такое и размазывание по древу и этот ролик тот тоже получит достаточно длинный если их захочет посмотреть он посмотрит если нет ну что ж на нет и суда нет знаете насильно мил не будешь и всем не уходишь все равно да вот поэтому речь конечно не пойдет описание и о том что познать христа и наперед забегу да невозможно без прочтения евангелия к этому в общем-то и будут подводить поэтому все вопросы любого там я говорю человека не христианина на да о том почему иисус вы и считаете богом ответ на не очень простой давайте я действительно начале скажу может кто-то не способен и 10 минут послушать это ролик это прочесть евангелие то евангелие которые исповедуют те же самые христиане неважно в какой традиции в каких переводах хотя бы в любой традиции в любом переводе взять прочесть это евангелие это мы сегодня будем подводить вот я хочу как бы говорю ну и то предложение которое мы с вами прочитали о чем в нем шла речь до том что сама библия она вся так скажем в образах и в символах она вся христе а а новый завет уже непосредственно христоцентричен то есть христос является центром этого писания несмотря на множество входящих а так это мы с вами уже прочитали простите двигаемся дальше многие люди в том числе атеисты и иноверции имея лишь поверхностные знания о священном писании утверждают что библия учится христе как о человеке а как о боге не учит мол в ней нет нигде утверждение прямо что христос бог так ли это я говорю нет это не так дальше это уже я уже сам тут свои мысли излагаю в священном писании действительно присутствует обозначение христа как человека и это и это соответствует истине ведь человек в священном писании действительно присутствует обозначение христа как человека и это соответствует истине ведь человек сотворен по образу и подобию бога и бог явившись во плоти совершенно убеждает нас в этом иисус такой же как мы но правильно будет сказать что мы боги такие же как он бог о чем иисус и сам будет говорить народу евангелия тана 10 глава мы с вами сегодня прочтем маленький кусочек иудеи сказали иисусу в ответ не за доброе дело иисус а ответили они на вопрос когда иисус когда не хотели его убить иисус спросил за какой из добрых дел хотите попить меня камнями они ему ответили не за доброе дело хотим побить тебя камнями но за богохульство и за то что ты будучи человеком делаешь себя богом иисус отвечал им не написано ли в законе вашем я сказал вы боги и детям всевышнего все вы если он назвал богами тех которым было слово божье и не может нарушиться писания тому ли которого отец осветил и послал в мир вы говорите богохульствуешь потому что я сказал я сын божий если я не творю дел отца моего не верьте мне а если творю то когда не верите мне верьте делам моим чтобы узнать и поверить что отец во мне и я в нем и я и отец одно так и говорил иисус а потому то что иисус был человеком никак не противоречит тому что он бог потому что мы созданы по его образу подобия мы глядя на себя можем узреть настоящего бога это не мантра это не какая-то энергия это не какая-то вселенная ты не какой-то космос это не какая-то невидимая энергия брахман неизвестно что там нирвана или еще что-то нет мы созданы по образу и подобию бога я глядя на себя в зеркало я вижу бога так что смущаться что иисус человек и бог одновременно ни в коем случае нельзя более того ведь мусульмане любые возьмите иудеи они же все признают так скажем ну пусть в разных интерпретациях ковка в каране в общем-то своя интерпретация первой главы и первый глав книги бытия да но все-таки что человек создан и сотворен по образу и подобию бога так чем проблема бессмысленно доказывать я пишу то что иисус христос бог но тут я уже конкретную хочу мысль которую еще дальше я буду развивать это что я уже чуть-чуть наперед сказал вдруг кто-то и до седьмой минуты бы не дотянул вот сейчас я еще раз эту мысль концентрирую бессмысленно доказывать то что иисус христос бог бесконечно выдирая из контекста разные стихи библии то что даже я сейчас для вас сделал да для примера чтобы убедиться в этом что иисус бог или еще кто он для начала достаточно хотя бы просто прочесть самая короткая евангелие от марка для исследования этого вопроса особо обращаю внимание на те места из жизни учения иисуса христа которые прямо или косвенно отвечают нам на этот вопрос кто же такой иисус я говорю пишу вот список этих мест пока как ведь только одно место я его уже оформил это когда авраам до известный мусульманом не сам не самой скажем такая малозначительная личность мягко скажем а точнее очень почитаем мусульмасты как авраам как иисус говорил иудеям что авраам вообще-то видел иисуса каким образом сами людей будет говорить что авраам давно умер ты что несешь и кого из себя делаешь об этом узнаем позже в этом списке я и буду собирать дальше пока он состоит только из первого пункта я решил начать с этого определенного места не просто так неспроста именно с него я начал там есть определенно у меня будет своя есть вы найдете много достаточно много в интернете исследований таких как я христиан подающих для язычников для мусульман для иудеев для псевдо христиан для кого угодно кришнаитов буддистов доказательств тому так и названы всякие странички как и моя по-разному конечно иисус доказательства там библии или самое большое количество доказательств или место из библии которые указывают что иисус бог по-разному люди называют свои странички свои там статьи и так далее где-то на разных статейных ресурсах вот ролики свои по-разному называют но смысл один и тот же да вот я в общем то тоже как христианин проповедник истины о том что иисус есть вечный бог любовь и свобода я естественно тоже таким трудом занимаюсь поэтому единственное какой способ я уже вначале сказал еще раз мы в серединочке фиксируем и в конце мы закончим и закрепим эту мысль если мы хотим узнать о христе хотя бы я уж не грешу познать его хотя бы узнать о христе можно только откуда из евангелия так чтобы узнать о нем что он там говорил или не говорил почему христиане сделали их из христа богом на ответ мусульмане на любому иудею язычнику ответ один прочитай евангелие какой банальный ответ но ролик я назвал не просто на этой же страничке вы сразу сможете перейти на мой плейлист и плейлист где я дважды последовательно читал евангелие так как я называю два круга читал с моими комментариями дело это на рассвете со своей проповеднической деятельности потом еще через несколько лет еще раз евангелие прочел поэтому там 75 роликов не пугайтесь там их как бы два раза по стокам два раза вернее пополам можно поделить вот кому интересно конечно в интернете сейчас все есть есть на моем сайте естественно вы в меню найдете книги ветхого завета нового завета здесь найдете естественно 4 евангелие берите любое но я всем рекомендую здесь начинать самого маленького не по достоинству а просто по объему если она мар евангелие от марка 16 глав и она у нас 21 лука 24 матфея 28 естественно 16 28 в сравнении с матфеем практически в два раза да так что естественно рекомендую просто начать любому интересующему человеку начать с маленького а там уж если появится желание следовать дальше но а ролик я назвал не просто так четыре в одном четыре в одном четыре шага в одном или четыре метода в одном как познать как узнать и познать об иисусе христе о том кто он и что он я так назвал четыре свидетельства да о том что кто такой иисус или как его познать четыре метода игры четыре шага как угодно и хотите называйте я в общем то такое такое предисловие написал если из иисус сам дал нам четыре понятных инструмента если хотите шага для познания того кто он есть на самом деле мы с вами прочтем немножко из евангелия от иоанна 5 глава вы можете здесь прямо раскрыть и почитать намного больше но я вам сегодня этого делать не буду достаточно того что я вот без раскрытия скрытого блока вам зачитаю и она 5 глава евангелия от она 5 глава после этого был праздник иудейский пришел иисус юрсалим есть же в юрсалиме у овечьих ворот купальня называемые по-еверски по-еврейски вефезда при которой было пять крытых ходов в них лежало великое множество больных слепых хромых иссохших ожидающих движения воды ибо ангел господень по временам сходил в купальню и возмущал воду и кто первый входил в нее по возмущению воды тот выздоравливал какой бы не был одержим болезнью дальше я и скрыл но кратко вам скажу иисус проходя мимо обратился к одному из лежащих человеку который не ходил до там ползал еле-еле делал он это очень много лет больше 30 лет до иисус что сделал просто своим желанием по желанию этого человека просто поднял его он стал абсолютно здоровым предупредив его чтобы он больше в жизни не грешил видимо болячка его лично была связана с его нехорошей жизни это мы с вами описание опустим кому интересно обращайтесь евангелий я вам просто кратко сказал просто чтобы был всегда контест хотя бы того что мы дальше будем с вами читать на его естественно на него естественно возмутились иудеи что он такие дела вытворяет я вам зачитаю очень важный ответ иисуса он относительно большой не знает носить пока у нас люди сейчас две строчки с трудом читают достаточно небольшой ответ это я его немножко укоротил и взял самое важное из которого из этого ответа мы увидим те четыре те четыре метода четыре шага четыре инструментка хотеть который иисус дал сам сам и христианам в частности потом как помощь того как можно его узнать о нем и познать его читаю вам слова иисуса если я свидетельствую сам о себе то свидетельство мое не есть истина есть другой свидетельствующая обо мне и я знаю что истинно то свидетельство которым он свидетельствовал обо мне вы посылали к иоанну предтечи тоже очень почитаемому мусульманами и он засвидетельствовал об истине впрочем я не от человека принимаю свидетельство но говорю это для того чтобы вы спаслись он был светильник горящий светящий а вы хотели малое время порадоваться при свете его первый мой комментарий давайте я вам сразу буду зачитывать многие современники и она а потом еще раз продублируем это да многие современники и она признали его предтечей христа и она предтечу крестителя верили и ану и пошли за христом когда иоанн стал указывать на иисуса как на долгожданного мессию спасителя мира для последующих людей ну для нас с вами ну и прям уже после того как все евангельские события произошли до сего дня для таких людей и он символизирует все мессианские места ветхого завета законы и пророков указывающие на иисуса как на мессию христа на самом деле кто понимает слово мессии христос от одно и то же я лишь тоже и но его часто богословы вот так вот тоже пишут я решил тоже этому последовать это только для того чтобы просто иврит совместить с греческим языком вот и все чтобы было понимание дальше иисус продолжает свою речь я же имею свидетельство больше иоанна во я надеюсь я донес контекст еще раз речи иисуса после очередного чудесного доброго дела чудным образом совершенного как я выражаю всегда до доброго дела любви который иисус совершил что он что что последовало какая реакция иудеев там старейшин книжников фарисеев законников всех этих великих так называемых мужей иудаизма какая реакция пошла обвинение христа в том что он да говорит о себе что он бог что он сын божий что то он тут да что он вот он такой вот он какой 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 каким он не является то есть стали ему предъявлять что он свидетельствует сам о себе что он сам себя выпячивать что он себя называет сыном божьим богом делая себя равным богу тем самым до называя сыном божьим что говорит что он в отце отец в нем что он отец одно ему за это стали предъявлять и как мы видим ответ иисуса очень важно он как я не сама себе свидетельствую 1 обо мне засвидетельствовал ио иоанн предтеча второе свидетельство он говорит больше иоанна во какой она ибо дела говорит иисус который отец дал не совершить самые эти дела мною творимые они свидетельствуют обо мне что отец послал меня что я от бога что я от отца отец во мне и я в нем дальше мой комментарий все свои дела иисус сделал как бог всемогущий ибо ничего не было ему не подвластного и делал все лишь и делал все это все свои эти добрые дела любви лишь силой своего слова своих желаний своих мыслей точно так же как бог творил вселенную и по сей день управляет ей как описано в первой главе книги бытия 3 с вами мы смотрим шахмет методичку разбираем иисуса до третья ступень у нас как хотите называйте третий рычажок третий ключик каким образом узнать о христе и познать его кто он и пославший меня отец третье сам засвидетельствовал обо мне а вы не голоса его никогда не слышали ни лица его не видели и не имеете слов его пребывающие у вас потому что вы не веруете тому которого он послал третий пункт сам бог свидетельствовал об иисусе об этом где написано все в евангелии прикрещение иисуса это уже мой комментарий в воде от иоанна бог когда иисус крестился в воде от иоанна креститель от иоанна притечи его бог голосом с небес засвидетельствовал о нем вы можете прочитать в начале любого евангелия ну в частности евангелие от марка 1 глава 11 стих евангелие от матфея 3 глава 17 стих и у нас с вами четвертое четвертый шаг четвертое свидетельство четвертое рычажок ключик до меме метод познать и узнать о христе и познать того кто он исследуйте писание ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную говорит он естественно это иудеи мы с вами сейчас будем об этом говорить они свидетельствуют обо мне но вы не хотите прийти ко мне чтобы иметь жизнь не принимаю славы от людей но знаю вас вы не имеете в себе в себе любви к богу я пришел во имя отца моего и не принимаете меня а если иной придет во имя свое его примите как вы можете веровать когда друг от друга принимаете славу а славы которой от единого бога не ищите не думайте что я буду обвинять вас перед отцом есть на вас обвинитель моисей на которого вы уповаете ибо если бы вы верили моисею то верю ли верили бы и мне потому что он послал меня если же его писанием не поверите не верите как поверите моим словам вы знаете я не просто так решил все таки в первом этом видео который станет номером 1 в плейлисте иисус христос бог и и буду им делиться со всеми кто будет меня спрашивать кто такой иисус с чего ты взял что он бог конечно же я посчитал очень важными ру хоть сколько-то евангелие этих этих божественных слов прочитать вашей любой мусульманин я буду об этом чуть позже говорить на своем личном опыте никогда не читали евангелие очень важно чтобы кто-то кто никогда не слышал этого услышал слова самого христа это очень важно я знаю силу этих слов и вы знаете кто последовал за иисусом мой комментарий к этому месту пока очень короткий все мессианские места в писании сбывались на христе одно за другим ну и теперь я хочу вам зачитать свое такое свое мужской статью свое такое видение да все что мы с вами исследовали выше говорилось иисусом его современников а потому конечно же мы с вами уже не можем их прямо применить к себе и нашим с вами современников и так как все евангельские события уже произошли в прошлом две тысячи лет тому назад то мы с вами уже никогда в живую своими ушами не услышим свидетельство иоанна и божий голос с небес при крещении иисуса воде от притечи и не увидим своими глазами тех добрых дел которые иисус творил лишь силы своего слова и желания но мы с вами можем исследовать писание и теперь уже не только ветхого завета когда речь иисуса была обращена к своей к его современникам в частности к иудеям но и писание теперь уже нового завета то есть все те писания которые и описывают жизни иисуса и рассказывают они свидетельствуют они под названием по и доменованием евангелия марка матфея луки и она под именованием деяния апостолов где они уже ученики христа понесшие его учения во все народы до края земли свидетельствовали о христе и что они там связь как они поступали куда ходили что рассказывали из их послание друг другу церквям грешникам язычникам иудеи в частности из книги откровения конечно же великом пророчестве о последних временах откуда и узнаем обо всем происшедшим с человечеством когда вечный бог любовь во плоти явился людям исполнив то есть мы с вами давайте еще раз эту мысль да из всех этих четырех писаний которые мы с вами тут а из этих четырех методов или или как иисус сказал таких шагов до таких ключей таких рычажков которые мы пользуемся чтобы узнать о христе и познать мы с вами мы не современники христа мы не можем уже присутствовать мы не можем в эту историю в эту реку войти дважды нас нет возможности с вами услышать иисус конечно обличал иудеев и и своих современников которые реально видели кто вообще присутствовал при этом кто слышал об этом не все же приходили к иоанну креститься да не все ему поверили в него поверишь он притеча христов но те кто там было там были многие верили а ну а иоанн свидетельствовал что вот он он агнец божий который берет на себя грех мира и кто верил в иоанна прежде всего иоанну до кого важный был вот этот вот авторитет многие принимали его пророком великим пророком затем предтечи который вот-вот вот-вот и укажет на него и он указал на него при крещении много народу слышало как помимо того что дух святой не сходил на иисуса видимым образом прикрещение был голос небес ты сын мой возлюбленный в тебе мое благоволение и написано в евангелии что люди слышали этот голос это очень важно мы с вами уже там не присутствует мы с вами теперь пользуясь только четвертым шагом можем исполнить все это лишь прочитав об этом мы не живем 2000 лет тому назад мы не соучастники не современники всех этих событий мы все кто вообще жил после ванных событий до сего дня мы с вами своими глазами своими ушами не видим не слышим чудес христа не видим как он воскрешает мертвых исцеляет больных изгоняет бесов и задержимых людей мы своими глазами и своими ушами вживую этого не видим но мы с вами об этом можем прочитать и поэтому это четвертое наставление иудеем мы в частности распространяем на все предыдущие три три методики конечно же когда иисус дал 4 наставление следует писание иудеем да он их призывал исследовать эти эти все мессианские места так как называют которые говорили о плететь об Иисусе Христе, о том, кто он будет. Даже не об Иисусе Христе, а о Христе, о помазаннике, о Мессии. Кто он будет, как он будет, как он будет говорить, как действует, как придет в мир, как уйдет из этого мира, что с ним будет происходить. То есть мы с вами, исполняя четвертое, да, Иисус их призывал прямо исполнить, сходить к Иоанну, и как мы знаем, и он их обличал в этом. Вы же посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Более того, я сегодня даже зачитал этот фрагмент. То чего же вы отрицаете? Вы можете поспрашивать у народа, который слышал голос Божий с небес, если вы сами тогда там не присутствовали. Ну, хотя бы у своих современников. Это живая, живая, устная передача информации, очень ценная, очень важная, от свидетелей того, у кого было, кого вы знаете, которые среди вас живут. Посмотрите на мои дела, поспрашивайте, кто вот я перед вами, люди перед вами. Есть живые свидетельства моих чудесных, добрых дел, есть полно исцеленных, прозревших, слышащих, освобожденных от бесов. Вы помните, что сколько людей шли к Лазарю, который Иисус воскресил, четырехдневно умершему, уже разлагавшемуся трупу, который Иисус воскресил, и Лазарь сам встал и вышел из пещерной погребальни, из могильной пещеры. Многие шли, как написано, не только из Иисуса, а прежде всего из этого Лазаря, чтобы увидеть его, и тогда только уверовать, что правда, неужели Лазарь этот очень известный человек в городе, в окрестности Иерусалима, о котором прошла молва, что он умер, что его погребли, и что он воскрес. И многие шли и уверовали, когда видели, что это сбывается. Естественно, люди после евангельских событий, две тысячи лет после всех тех, как мы говорим, от Рождества Христова, всем этом продолжительности времени, жизни человечества, как мы можем узнать? Ну, только уже из Писания. Поэтому исследуйте Писание, мы, конечно же, этот совет, этот ключик, эту рекомендацию, этот метод Христа будем применять уже на все три другие ключи, которые мы с вами перечислили. Это очень важно, просто понять. Я в конце еще подытожу эту мысль, очень важную, которую все время пытаюсь донести. Где я тут остановился? Применив его к сегодняшнему времени, мы исполним остальные. А вот уже, давайте я еще раз теперь зафиксирую. Все правильно, я сейчас просто уже буду переходить. Давайте еще раз прочту. Все, что мы с вами исследовали выше, говорилось Иисусом, его современникам. А потом, конечно же, мы с вами уже не можем их... А потому, конечно же, мы с вами уже не можем их прямо применить к себе и нашим с вами современникам. И так как все евангельские события уже произошли в прошлом, две тысячи лет тому назад, то мы с вами уже никогда вживую своими ушами не услышим свидетельства Иоанна и голос Божий с небес прикрещения Иисуса в воде от предтечи, не увидим своими глазами тех добрых дел, которые Иисус творил лишь силой своего слова и желания. Но мы с вами можем исследовать Писание, Библию, я здесь имею в виду, конечно же, теперь уже не только Ветхого Завета, но и Нового, откуда и узнаем обо всем происшедшем с человечеством, когда вечный Бог любой во плоти явился людям. Исполнив четвертое наставление Иисуса об исследовании Писания, только уже Библии, да, применяя это наставление, правильно его интерпретируя к современности, применив его к сегодняшнему дню, исследовав Библию, тем самым мы исполним предшествующие три наставления. А вот уже поверить прочитанному или нет, каждый будет решать сам для себя. Еще раз. А узнав о Христе... А вот уже поверить прочитанному или нет, каждый будет решать сам для себя. Еще раз. Какая очень простая мысль, которую я сегодня хочу донести и дать ответ всем, кто там, я говорю, у меня в комментариях мусульмане вживу, я точно так же делаю, я об этом рассказывал и рассказываю иногда, свидетельствую тоже, когда приходится общаться. Когда меня спрашивают, да, о Христе, в частности о том, что ты, почему ты так думаешь о Христе или сяк или откуда ты вообще о нем узнал, всем отвечаю одним простым ответом на этот вопрос. Прочитай Евангелие. Ну как узнать? Апостол Павел прекрасно говорил, вера от слышания. Ну как еще? Ну как узнать о том, о ком ты не слышал, Павел так и пишет. Или о том, или о чем. Ну как, только прочитав, только узнав, только услышав. Ну хорошо, 2000 лет назад можно было пойти с вами глазами посмотреть на Христа, как Иоанн писал, пощупать его, посмотреть на него, послушать его. Сейчас мы можем сделать только через Писание, которые нам остались. Ответ любому. Любому, кто вопрошает о Христе. Неважно, каким он там традициям, национальности, статусу, слою, классу принадлежит человечеству, и даже какой его подтекст, или какой-нибудь тайный смысл его вопроса, или поддевка. Ответ один, прочитай Евангелие. Нет другого ответа, нет другого метода. То есть, из всех этих четырех наставлений мы понимаем только одно. Чтобы узнать о Христе, надо о нем прочитать. Конечно же, мы можем, мы христиане, мы обязаны в простоте своих слов общаться с людьми. Конечно же, рассказывать Евангелие, свидетельствовать о Христе, вспоминать какие-то отрывки, там, а вот там, Иисус воскресил этого, в каких-то банальных, простых разговорах, семейных, дружеских, праздничных, горестных, или еще, где-то вкручивать цитаты евангельские, неважно, Христа, апостолов, и что-то из пророков Ветхого Завета. Да, мы это делаем, но единственное верное, полное, всеобъемлющее, так скажем, ответ получить на вопрос, кто он, хотя бы какой его образ, можно только, только прочитав то Евангелие, которое до нас всех дошло. Не важно, что оно дошло в своеобразных, в разнообразных переводах, пройдя все эти токсичные, жуткие, псевдохристианские секты, такие как православие, католицизм, протестантизм, это не имеет никакого значения. Любую историческую книгу, которую вы читаете, тот же самый Коран, который считают мусульмане, он точно так же был написан лишь только через несколько столетий, через несколько столетий. Единственная копия, бумажная версия, которая у них сохранилась, по-моему, датируется или IX, я путаю, или XI веком, несмотря на то, что само мусульманство зарождалось, ни от кого не секрет, что это VII век. Где же оно было все это время? Все это время переварилось точно так же и сформировалось богословами того учения, которое вы решили, и теми людьми, которые решили принять Мухаммеда и его учения. Это очень важно. И точно так же оно подвергалось перепискам, естественно, из десятилетия в десятилетие, потому что бумага ветшает. Точно так же переписывалось. Все переписки происходят с такими же ошибками, с упущениями и допущениями, наоборот, чего-то неправильного. А любая переписка, естественно, она переводилась на разные языки, а любая переписка, любой перевод это уже толкование. Почитав разные переводы Корана, Библии, вы в этом убедитесь любой человек, что перевод и переписка это уже даже толкование. Это очень важно. Каким образом можно узнать о Мухаммеде и о учении мусульманственного взять и прочитать Коран? Что я в своей жизни сделал и не жалею? Каким образом мусульманин, иудей, язычник может узнать о Христе? Кришнаит, буддист, но только прочитав Евангелие. Да, такой, какой есть у христиан. Вы же спрашиваете, у христианина? Ну, он говорит, да, я вот, у меня вот, у вас есть своя бумажка на столе. У меня своя. Вы по своей живете, веруете, я по своей. Ты хочешь у меня узнать, кто такой Иисус? Вот, возьми, прочитай. Чего я тебе буду в испорченный телефон? То, что я буду пересказывать, я же буду испорчен. Неужели тебе самому неинтересно взять и оригинал прочесть? Мало ли, что я там тебе плету. Может, у меня память дырявая, может, я выдаю желаемость и действительную, может быть, я сознательно искажаю факты. Неужели у тебя нет желания взять, хотя бы прочитать это? Ведь точно так же, как и во времена Христа, что было проще пойти ко Христу и поговорить с Ним, посмотреть на Него, на Него, на Его дела, поговорить с Ним? Слушайте, когда у тебя есть Евангелие, ну, что проще, взять его и прочитать? Зачем тебе я, посредник? Зачем мне, я пойду сам посмотрю, правда ли все то, что о нем говорят? Вот единственный ответ любому, кто алчат и жаждет вопросов, любых, любых ответов на любые вопросы о Христе. Это очень важно. Ответ христианина один. Прочитай Евангелие. Я могу тебе, конечно, у тебя нет такой желания, времени, нет, ты мне скажи, есть люди недалекого ума, да, не могут три предложения прочитать. Ну, конечно, мы свидетельствуем так, как мы умеем и каждый, как умеем, но идеальный вариант предложить человеку прочитать Евангелие. Она очень короткая. Евангелие от Марка, у меня запись есть, аудиозапись такого, моего прочтения, немножко быстрого, но все-таки я уложился в час. Она публично вот на том, на той страничке Евангелие от Марка, где я уже вам показывал ссылку, оно есть. Я его читаю больше часа. Медленно, вдумчивым, пусть даже для первичного прочитывания, ну, в полтора часа, ну, а в край два часа и вы прочитываете Евангелие от Марка. Неважно, кто вы, мусульманин, иудей, язычник, буддист, кришнаит, атеист. Два часа в жизни не посвятить познанию книги, которая является самой читабельной книгой на земле во все времена и во все народы, не прочитать Евангелие об Иисусе Христе, который читается в течение двух часов. Это говорит о многом о человеке. Я надеюсь, я эту тему раскрыл, потому что я хотел уже перейти к этой. Давайте я уже здесь, потому что мы плавно переходим, все-таки я в конце хотел дать такое наставление, ну или давайте сразу сначала я скажу, я поделюсь своим вечным опытом, как Иисус и заповедовал нам делать, сотворить и научить. Вот здесь то же самое. Вы знаете, первое я вам уже сказал, очень часто люди, конечно же, задают вопросы, не ожидая на них ответов, не желая слушать эти ответы, не желая вот потратить там подсасываю времени, вот сколько у меня видео, пусть он даже не целиком просмотрит, но за 30 минут, вот 40 минут зафиксируем эту точку, я вижу у меня на временной шкале идет до 40 минут в своей жизни, ты же спрашивал, ну я тебе ответил, да, я вас уверяю, что конечно же, не знаю, сколько процентов, 50, 60, 70, 80, 90, просто не будут читать или слушать, они порой даже не читают две строчки, если ты им пишешь, не говорят там посмотреть полчаса видео, хотя казалось бы, что проще, таково-то читать наоборот тяжелее посмотреть, легче послушать, даже не надо сидеть у компьютера, я ничего такого особо великого не смотрел, можно конечно эти цитаты там вчитаться, вдуматься, они все у вас были на экране, все мои тексты, ну вы можете просто слушать, занимаясь своими делами, я дал ответ, дал человеку, я могу еще что-то к этому прибавить или нет, да, я могу в личном дальше общаться с человеком, после этого видеться, он скажет, что он его посмотрел, у него есть еще вопросы, он хочет продолжать беседу, он хочет продолжать диалог, монолог, возможно дебат или даже спор, хорошо, но ты это посмотрел, так если ты это посмотрел, чтобы продолжить дебат, ты должен прочитать Евангелие, вы знаете, я теперь поделюсь, как я уже несколько раз обещал, исполняет своим личным опытом, я общался один раз, даже так называемым, мусульманским богословом, как я понял, достаточно какого-то там уровня, известного видимо, в мусульманских кругах, он мне писал по WhatsApp, и мы с ним так голосом, аудиосообщением переписывались, текстом, аудио, вы знаете, я на примере нём особенно утвердился, вот в такой простой банальной вещи, вы знаете, у него не было, конечно, чем крыть, подлавливал, и я вам всем сейчас даю, всем, теперь мое, конечно, обращение уже к христианам, к настоящим последователям, ученикам Христа, живущим по его принципу, по его учению, следуя за ним, по стопам его любя, все творение Божье, природу, животных, людей, духов, этот метод очень простой, это действительно человека призвать прочитать Евангелие, тому богослову я прямо говорил, засвидетельствовал, и ещё, к сожалению, этот был разговор, когда я только начал записывать Коран на своём канале, и, как говорится, у меня живого свидетельства, доказательства того, что я знаю Коран, читал Коран, как бы не было, он мог только поверить мне на слово, вот, ну, хотя этого было бы достаточно, чтобы он мне поверил, и я бы ему поверил, если бы он по моей просьбе прочёл Евангелие, и я его поймал, как всегда, как и любого, сейчас это делаю, с вами делюсь этим методом, на одной простой вещи, я говорю, слушай, вот ты мне, он мне пытался, естественно, убедить, что христианство это ложь, а вот мусульманство, ислам это истина, и я ему предлагал лишь простую вещь сделать, прочитать Евангелие, только той простой причине, я говорю, что мы с тобой находимся, не в равных условиях, вот я ему объяснил, и рассказал, что я Коран читал несколько раз, несколько раз, более того, сейчас публично, делаю это даже на Ютубе, кто меня всё спрашивал, зачем ты там Коран, христиан, я ему тогда тоже объяснял, что у меня первая причина была, особенно как проповедника, показать, что я это знаю, особенно если у меня будет дебат, вот я так всё это тогда предвидел, да они уже были у меня тоже, и до этого жизни, что я-то Коран как раз знаю, у меня есть публичное доказательство, причём не просто бубнёжное прочтение, а чтение с комментариями, сколько там роликов, я уж не помню получилось, есть отдельный плейлист, есть страница на моём сайте, то есть я это сделал, любой человек, любой мусульманин, может убедиться, что я его прочитал, прочитал вдумчиво, раз уж я его, тем более, пытаюсь комментировать, это очень важно, я говорю, смотри, вот я, у меня есть такой труд, ты меня пытаешься разубедить, что и христианство ложь, которую я знаю, и я христианин, и я христианин убеждённый, зная Коран, читая Коран, я уж там не стал, он говорит, что я естественно читал, и некоторые богословские труды, которые выводы какие-то делают, я говорю, ну я хотя бы могу тебе предъявить, что я вот прочёл оригинальное ваше писание, мало ли, что там богословы, я с псевдо-христианством, как христианин, тоже во многом не согласен, ты скажешь, да это там богословы, я ему за некоторые вещи просто предъявлял, ну вы знаете, за отрезание головы, там джихада, священной войны ради мусульманства, и так далее, кто знает, самая одна из острых тем, он говорит, ну это вот там разные мнения, и так далее, и по некоторым таким подобным острым вопросам, я же знаю, куда тыкнуть, я говорю, хорошо, мы сейчас отложим пока это всё, почему я не хочу быть мусульманином, я говорю, давай начнём с основания, у вас основание, это у христианина, Библия, ну истина, ну так скажем, а внешний её вид, это библейские тексты, у вас Коран, ну как ты можешь со мной называться богословом, и вести со мной, у меня нет никаких образований там, религиозных, ну как ты можешь со мной начинать вести этот диалог, доказывать мне что-то, если ты просто некомпетентен в вопросе, как ты можешь судить о том, о чём ты никогда не слышал, о чём ты никогда не видел, я из Корана, могу тебе показать все места, где вы говорите, что вы знаете Иису, и почитаете его за пророка, это всего, там, больше, около дюжины мест, где просто сказано, что Иисус пришёл, да, для утверждения Торы, это самая важная мысль, которую можно вообще из всего вынести, ну помимо того, что он родился от Мария, я говорю, это побольше вашего в Библии сказано, тонкости и точность вообще, как Иисус появился на земле, я говорю, уж Коран ли будет мне там рассказывать о том, где Иисус появился, я говорю, там единственное несколько мест есть, из которых всё, что мы можем такого духовного, цельного для себя вынести, ну в кавычках, духовного и цельного, что Иисус пришёл для утверждения Торы, я говорю, это всё, что вы знаете об Иисусе, я говорю, мне ты не можешь не рассказывать, что Коран сообщает, какую информацию об Иисе, я прекрасно понимаю, что ваш Иса, это не Иисус Христос, христианина, вы ничего о нём не знаете, вы никогда о нём не слышали, у вас есть несколько стихов, благодаря которым вы якобы решаетесь судить, ещё христианину доказывать, что вот что-то, вообще-то Мухаммед жил после Иисуса, наверное, были свидетели, которые видели его своими глазами и слышали его своими ушами, как такое, я естественно говорю, что слушай, дорогой, ты сначала прочти Евангелие от Марка, который, как я вам сейчас тоже продемонстрировал, вы сами-то знаете, когда-нибудь пытались в один захлёб, в один присест, как говорят, прочитать Евангелие, что Евангелие от Марка бегло, читается за час, вдумчиво, за два, говорю, ты вот, дорогой, сделай это, и тогда мы с тобой поговорим, это нормально, это, почему он хотел, такой бесед, и он мне обидел, да, 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 хорошо, я прочту, вы думаете, он прочёл, нет, день проходит, два недели, это так называемый богослов, он очень вежлив, он очень такой взрослый, у него речь поставлена, шикарный, я его не видел, но по голосу у него, прям ему, вот прям, только в уши заливать, да, у него так складно, речь построена, такой у него, дискорд, он такой лояльный, такой какой-то, прям как река течёт, вот, вот у меня такой, могу сравнить, голос человека, и вообще подача его мыслей, течение мягкой реки, такой, да, не горной, а вот такой, вот как я люблю, в средней местности России, да, она просто движется, вот такая у него была речь, на меня это имело, какое-то воздействие, никакого, я ему говорю, ты Евангелие, пожалуйста, прочти, хочешь, я говорю, с моих, дал ссылки, естественно, мои ресурсы, вот, пожалуйста, у меня можешь посмотреть, на любом хочешь, не веришь, что я там, может, что-то изменил, хорошо, открой любой, любой псевдо-христианской секты, мне не жалко, православный, который протестанты, какой ты найдёшь, где ты считаешь, что это вот христианское учение, там есть Библия, практически на любом таком крупном портале, найди, и прочти Евангелие от Марка, как вы думаете, сделано? Нет. Какой смысл вести дебаты, разговоры с человеком? Вот вы скажите, будет ли профессионал, там, не знаю, вот он сварщик, и он всю жизнь варит, и его какой-нибудь паренёк, как говорят, только молоко с усов обсохло, да, будет учить, как варить, вот ты тут не так делаешь, и не так держишь, он скажет, ты вообще, понимаешь вообще, о чём вопрос-то? Это вот то же самое, знаете, но о чём вообще разговаривать с человеком? О чём? Что можно с мусульманином обсуждать об истинности христианства или мусульманства? Вы можете в спокойной форме, о чём-то другом поговорить, вы даже можете рассуждать об истине, да, он вас осваивает, вы можете абстрагироваться и вести дебат на таком уровне, но если вы об этом прежде договорились, тут, конечно, вопросов нет, вы договорились не козырять своими писаниями, своими цитатами, потому что для другого это ничто, это не доказательство, не авторитет, это хорошо, вы можете просто рассуждать. Это очень тяжело, правда, делать и мусульманину, и христианину, потому что ты всё равно будешь ссылаться, но в принципе мы можем рассуждать. Я могу сказать, что я не хочу быть мусульманином, потому что что вы делаете, потому что вы поступаете так-то и так-то, потому что я слышал, что ваше мучение, ты можешь мне просто сказать, я же ещё не ссылаюсь, потому что я не знаю, да что точно я говорю, я слышал и видел, что мусульмане там побивают женщину, взятых прелюбодиями камнями, а я против этого. Ну да, она с прелюбодиями хорошо, что она согрешила. Это ее грех, она и так будет страдать. Муж ее бросит, все ее будут почитать за проститутку в родной деревне. Она и так хлебнет горе сполна. Я не собираюсь ее убивать, не считая, что это кто-то из деревни должны всеми собраться, закопать ее по пояс в землю и забить до смерти камнями. Я против этого. Я не хочу быть мусульманином. Что он ответит? Неважно, есть у вас основания для этого. Вам Бог в Писании сказал, ты-то это делаешь, а я этого делать не буду. Я не хочу быть мусульманином. Неважно, сказал тебе, это Бог написано, где нет. Вот вам, пожалуйста, пример не ссыланин. Оно написано, но я же не знаю. Я говорю, я вижу ваши дела. Вот я услышал в соседней деревне, а может в моей деревне такой поступок совершили, а я не хочу. Я не ссылаюсь на то, что Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеянии по закону Моисеева и должны были побить камнями. И он этого не позволил. Я не ссылаюсь на это. Я просто говорю, я не хочу. Я считаю, что это отвратительно, что никакая это не любовь и что таким образом любви людей не научить. Ни тех, кто ей будет побивать камнями, ни ее саму, когда она, там, получается, не любя своего мужа изменила ему, да и не любя того, с кем изменила, все это к хорошему ничему не доведет. Да, они все страдают. И я не хочу быть с вами. Я считаю, что только любовь, заквасившая весь мир, может сделать его счастливым, блаженным мирозданием, где все будет счастливы. Только так. Только побеждая зло, добро. А зло злом не побеждается, оно лишь порождает очередное зло. Вот и все. Я сослался на Евангелие. Нет, я знаю, что сделал Иисус ровно в такой ситуации. Можно так дискутировать, да. Но он меня пытался перебить, что именно христианство не истинно, что Христос всего лишь пророк. И т.д. и т.п. И плюс, что надо и публичное мусульманство признать, и так далее. Стать мусульманство истинно, пророк, мир ему и все такое. Я же не ссылаюсь. Это огромная разница, понимаете. Так можно делать? Можно. Нужно так делать? Нужно так делать. Но если вас прямо спрашивают о Христе, ответ у христианина должен быть один. Прочитай Евангелие. Есть поблажки, только какие, как я делал. Кто знает, я иду на все ради людей. Я сам читал. Мы ехали, помню, в машине. Там я еду тоже. Я пытаюсь кого-то привезти ко Христу. Говорю, давайте я сам почитаю. Помню, ехал с начальником, с одним. Мы там далеко, в другой город ехали. У нас 8 часов было. Я ему практически успел всю Евангелие прочитать. Отмарк. Оно читается вообще, как вода течет. Элементарно. Просто что-то отвлекает. У нас трое было. Один спал там на заднем сиденье. Мы далеко ехали. Потом он проснулся. Мы куда-то, естественно, темы уходят, отвлекаются. А я настоял, чтобы я его как-то говорил. Хочешь, я сам для тебя почитаю? Он, правда, начальник был. Но, правда, был моложе меня на пару лет. Я ему читал в дороге. Мы ехали. Он согласился. Вместо какой-нибудь музыки, еще чего-то. Я вот читал ему Евангелие. Может быть, когда-то это на него повлияет. Он не стал христианином. Он хотя бы услышал слово Христово. Слово о Христе. Я еще хотел бы целиком прочитать. Но не получилось. Особенно, когда про убийство Христа. Главы до 9 или до 10 я успел, по-моему, Марка прочитать. К сожалению, ее. Хотя ехали мы далеко. Ну, что-то там отвлекло, как всегда. Бес это крутит, да. Но я этому рад. Я что мог, я всячески старался. И так везде. Кому-то я читаю. Сколько я всяким женщинам пытался, как говорят, блудницам. Сажал с собой и читал. Я по-разному поступал. Я и в свободе слово говорю, и прям читаю. Хочешь, я сам для тебя почитаю. Я это делал. Я это делал. Родителям пытался. Я говорю, вы не можете. Дайте я вам почитаю. Вас бесит. Ну, просто мимоходом буду читать. Что еще? Могу записать. Вот. Ну, сейчас уже все это у меня есть. Все записи, да. Вот. Так что вот так вот. Единственное, что можно предложить любому человеку, это прочитать Евангелие. И все. Это все работает то же самое для христианина, кто помнит его завет. Вошли в какой-нибудь дом. Сказали мир в дом. Приходите, конечно же, везде с миром. И засвидетельствуйте об истине. Дайте Евангелие. Есть у вас бумажное Евангелие. Хорошо. Дайте его. Человек говорит, почитай мне, я там буду пока тут что-то по дому делать, кашеварить. Берете и читаете. Любой вариант. Человек должен услышать о Христе. Прежде чем рассуждать дальше о чем-то, особенно если вам задать все более и более глубокий вопрос. А вот то-то, а вот то-то. А я слышал это. А вот в православной секте и это меня от этого тошнит. Я, как знаете, к ним близко не хочу. Православная секта – это не Евангелие. Католики – это не Евангелие. Это даже протестанты далеки от Евангелия. Не люди, конечно. Люди разные. Некоторые, может, и поближе любого, поближе меня даже. Может быть, и такие есть. Но учение, конечно, далеко отстоит от Христа. Вот и все. Единственные шаги. Четыре в одном. Оказывается, свидетельство о Христе очень просто. Вы можете просто молча раздавать Евангелие. Распространять его. Делиться у себя ссылками в соцсетях, в своих каналах, в своих ресурсах. Если у вас постоянные какие-то, если у вас свой бизнес какой-то, вы можете держать книги где-то у себя на табуретке, на тумбочке, на хорошем месте. Вы можете вешать книги. Ой, книги вешать. Эти картины какие-то, эпизоды. Не надо иконы только вешать. Вешать что-нибудь нормальное. Где какие-то эпизоды из Евангелия, где Иисус кого-нибудь воскрешает, кого-нибудь изгоняет бесов, исцеляет. Что-нибудь такое, что может человеку вопросы. Распятого Христа, воскресшего Христа очень важно. Такие вещи, чтобы у людей что-то вызывало. Какие-то визиточки, можно с какими-то цитатами из Евангелия. Я знаю разные люди, методы делают все и распространяют. Можно все это делать. Но в идеале это в полноте прочтенной Евангелии. Другого метода узнать о Христе просто не существует. Я сам узнал только из бумажки. Кто знает историю моей жизни? Да, мне явился Бог. Не Христос причем, а Бог, так скажем. Но я потом, теперь я знаю, кто это. Явился мне, конечно, Христос, но я тогда об этом не знал. И сказал купить Библию. Что я и послушал. Потом рассказывал, что это было самое любвеобильное и самое благожелательное ко мне повеление. Я знал, что я через это стану счастливым. Я не понимал как, но я знал, что тот, кто мне говорит, желает мне абсолютного блага. Ты чувствуешь это всем своим нутром. Естественно, кто помнит, я рассказывал, что я пребывал в каком-то нереальном состоянии. И здесь на земле одновременно, и там где-то на небесах. Я был в благоухании, в свете, в счастье, в любви, в радости, в теплоте, в вечности одновременно и здесь во времени. И то, что он мне сказал, неважно в какое ухо, я слышал этот голос четко. Я знать не знал, что такое Библия. Ну, как и все. Вроде как есть какая-то книга. Я бы ее никогда и в жизни сам бы не купил. И этот его призыв ко мне, просьба, если хотеть, мольба, но она так не звучала, поэтому я не буду говорить того, чего не было. Это было предложение, от которого я не мог отказаться, потому что, я говорю, сам этот голос, само это повеление, всем своим нутром ты чувствуешь, как от самого любимого тебе человека, существа звучит. Ты не то, что ты бежишь, это исполни, потому что ты понимаешь, что это тебя самого. Это тебе даст какое-то счастье. Ты не знаешь, какое пока. Да, но ты узнаешь потом. Вот и все. И узнал я о Христе, конечно же, из Евангелия. Несмотря на то, что открылся мне Бог. И жизнь моя изменилась только благодаря Ему открытому явлению ко мне. Но узнал я о Христе и последовал именно святой жертвенной любви ко всему Божьему творению, только благодаря Евангелию об Иисусе Христе. Вот и все. Вот такой мой ответ. Но это еще не все. Ролик не будет полным. Вы знаете меня, если я не засвидетельствую об истине для всех. Кто бы сейчас не слышал это видео и на него не попал. Давайте я сейчас прочитаю свою конечную мысль. А узнав о Христе и поверив в Него и Ему, тут очень важны обе вещи, каждый сам для себя решит, последует ли за Христом в Его вечное небесное царство свободы и любви, добровольно исполняя одну единственную заповедь, любя все его творение, природу, животных, духов и людей. Тем самым, любя Бога, ибо Он, Бог, присутствует всячески во всем. Он и Личность Иисус Христос, и Он же всячески во всем присутствует. Это очень важно. Это для тех, кто захочет пойти. Не забыть о том, ради чего вы узнали этого. Узнать и познать не одно и то же. Узнать о Христе и познать, что Он, Бог, Любовь, это не одно и то же. В фильме «Матрицы» Морфеус так Нео и сказал, я очень люблю тоже вспоминать этот момент, знать путь и пройти не одно и то же. Это очень важно. Узнать о Христе вы сможете из Евангелия. Познать Его вы сможете только исполнив Его в своей жизни, исполняя Его заповеди. А заповедь Его одна, чтобы мы любили Его во всем Его творении, проявлении, а Он проявляет себя во всем. Он является дыханием жизни всего мира нас окружающего. Растительного мира, животного мира, мира духов и мира людей. Вот так вот. Это очень важно. Это вам не Евангелие благодати протестантов. Спасение по вере плюс ничего. Нет. Это Евангелие Иисуса Христа. Евангелие истины. О том, что кто знающий, верующий в Меня, Иисус говорит в том же самом Евангелии от Анны, который мы сегодня с вами несколько раз вспоминали. И соблюдающий заповеди Мои, Слово Мое, заповедь любви, пребывает в любви, пребывает в Боге. И Бог в Нем и имеет вечную жизнь. Вечную, благую, счастливую жизнь. Вот и все. Вот такое вот видео. На самом деле это еще мною растянутое на целый час. Все очень просто. Еще раз обращусь к тем, кто дослушал, скорее всего это последователи и ученики Христа. Все очень просто. Не рвать сердце. Я закончу напомнив вам то наставление Иисуса, которое Он сказал. Войдя в дом, засвидетельствовали об истине. Все сказали. Приняли вас. Приняли это. Коснулся Бог их сердца. Вас жаждали они, возалкали этой истины еще большего познания. Вцепились вас вот так вот и не отпускают. Оставайтесь и свидетельствуйте дальше об истине, о любви, о свободе, о вечной жизни, о доброте, о радости, благо бытия, будучи святым в любви ко всему Божьему творению. Свидетельствуйте. Нет, Иисус сказал, попросили вас с порога или из дома, уже откуда, неважно. Или перед носом дверь захлопнули, развернулись, отрясли прах от ног своих, приливший возле этого дома и пошли дальше. Вы знаете, это приходит со временем. Я поделюсь опять личным опытом. Конечно же, когда ты находишься на стадии неофитства, ты такой горячий, Бог тебе открылся, ты всем бежишь в дом к любимым родителям, детям, женам, мужьям. Бабушкам и дедушкам, друзьям, всем кричишь об истине, всем свидетельствуешь, всех хочешь облагодетельствовать таким образом, подарить людям счастье. Никому не нужно это. Основной своей массе, я тоже по опыте делюсь тем, что со мной делились, что, конечно же, мало кто принимает из допокаянного нашего окружения истину. Каждый в свое время, в свой час. Но мы обязаны это делать. Более того, кто по-настоящему принимает Божью искру в себя в тот день, в день своего рождения во Христе, крещения так называемого Духом Святым, тот, конечно, знает, что это само собой получается. Потому что любовь к людям, Божья любовь, Дух Святой, Дух любви распирает тебя. И ты бежишь об этой истине нести всем и всюду. Главное, чтобы эта любовь, как Иисус говорил, эта искорка не затухла, а возгорелась, как он и желал, и хотел. Поэтому главное не отчаиваться, когда ваше близкое окружение в начале вашей святой жизни не приняло вас, на них не сошелся мир клином. Идите дальше. На вашем пути еще встретится очень много людей, кому вы нужны, кому вы засвидетельствуете об истине. И кто потом будет вам всегда благодарен за это. Это очень важно. Вот так вот. Вот так вот. И поэтому идите, светите. Да, как Иисус сказал, кто меня постесняется, того постесняюсь и я. А кто будет обо мне свидетельствовать, того засвидетельствую о том, о том и того, представлю перед Отцом, на самом деле перед собой. Да, все будет хорошо. Так что вот так вот. Вот такой вот простой метод. Самим можно только об Иисусе Христе узнать. И познать его через соблюдение заповедей любви. И другим вы можете говорить кратко, только так, а более подробно. Предлагайте прочитать. Идеальный вариант это предлагать прочитать Евангелие. Подарите. Имейте всегда Евангелие. Я вот сейчас как раз делаю очередную редакцию Евангелия для выпуска. Такую бумажную. Со своей редакцией. С картинками, с иллюстрациями, со всеми. Кому интересно, пишите в личку. Я напишу. Я дам ответ, как их заказать можно будет потом. Ну, вы еще увидите на моих каналах, кто подпишется. Я об этом объявлю в очередной раз. И вот делиться только. А как еще мы можем проповедовать? Да никак. И заканчиваю мысль тем, что если вы когда дали человеку, как я давал своим родителям, друзьям, знакомым, родственникам, женщинам, когда еще был с ними, и на их это не действует. Вы знаете, что безусловно у меня есть, как Иисус говорил, дела мои обо мне свидетельствуют, семилетнее служение на Ютубе, и в личной жизни, кто меня знает и видел уже 13 лет, то, конечно же, у меня есть дары слова, и разумение, писание, и все эти подобные вещи, и ораторские какие-то способности. Хоть я сам и юродствую, это называется тоже косноязычным. На самом деле, я шучу и прекрасно осознаю, какие таланты мне Бог дал, которые я просто обязан использовать, а не закапывать в песочек, не завертывать в платок, по притче Иисуса. Но при этом, при всем, вы знаете, меня очень часто упрекают в гордости, в том, что я выше Христа себя ставлю, выше Евангелия, это абсолютно не так. Тем, что я сейчас вам скажу, будет свидетельствовать как раз об этом, я всегда говорю, что если человека, я сам так поступаю, именно поэтому с вами делюсь, и вам точно так сказать. Я сам, когда даю, и человек рассказывает мне, что там приткнулся на какой-то главе, на первой, на второй, на третий, не хочет, не может дальше читать, или прочитал, и знаете, прочитал, да прочитал. И дальше его не тянет ни ко мне, ни к разговорам об этом. Я все понимаю, что я могу больше сделать для этого человека. Если он прочел настоящее Евангелие об Иисусе Христе, пусть дошедшее до нас через две тысячи лет, с искаженными переводами и прочими вещами, если он никак его это не коснулось вообще, хотя Бог однозначно стучался, ломился просто, как в откровении написано, стучу, вот стою при дверях и стучу, то мы все прекрасно знаем, что Бог просто ломится в сердце каждого человека. Но людям, если он еще не готов, не созрел, если сердце его не распахано, это ничего не сделает. Время его просто не пришло. Жизнь его, ситуация, грабли, бумеранги жизни, когда научат его, когда он возопиет всем сердцем к Богу, тогда Бог ему, конечно же, откроется, потому что он всегда при этих дверях. Потому что это не солнце скрывается от людей, а грешники отворачиваются от солнца, от Бога, от Христа. Это очень важно понимать. И для меня, если человек особенно читал Евангелие, вы знаете, я потом очень на этого человека смотрю, мне все ясно. Я, конечно, не оставлю попытку, если он какие-то будет еще диалоги там вести, но внутри я все понимаю. Если его никак не взбудоражило, никак не укололо, никак вообще ничто не зацепило прочтенное Евангелие, пусть и от Марка 16 глав, мне все ясно. У меня шансов практически нет. Я не оставлю, конечно, надежды, если человек будет как-то тянуться, но я крест никогда не поставлю на человеке. Но в душе я все понимаю. На сегодняшний день я все понимаю. Завтра может все измениться, кто знает-то. Но сегодня я все понимаю. По крайней мере, мой личный порыв точно ослабнет. То есть, пока он первый не проявит инициативу, что я могу еще, что я могу большего для него сделать? Я могу какой-то другой Евангелие ему рассказать? Нет. Я могу ему ответить на любые вопросы, что его не устраивает, на что он приткнулся, о любви. Если он там веган, что там вот с животными нет, а наоборот, даже якобы там чуть ли Иисус не сам барашку горло резал. Я на все эти вопросы, конечно же, дам ему ответы с большим удовольствием и радостью. Убрав всю тьму, которую наносную на Евангелие или через псевдохристианские секты наваленную и показав человеку истину. Это если у него будет желание. А если у него никаких вопросов не возникло, если у него все хорошо, то что еще я могу ему больше дать, предложить? Ничего. Вот так вот. Я на себе это проверял и видел, как на это люди. И действительно, там биться дальше бесполезно. Если ты действительно добился того, как ты заинтересуешь человека, можно здесь разные методы использовать. Немного с такими, знаете, кому-то сказать, может, у человека три образования выше, сказать, «Слушай, у тебя вот три высших образования». Я разные методы использовал, в том числе на родителях пытался. И так вот, ну, ты смотришь на человека и по нему судишь. А бывает, бывает на одном все методы испробуешь. Ты же образованный человек. Неужели ты считаешь себя образованным, если ты не читал книгу, которую читало все человечество на Земле? Должно читать. И действительно, я говорю, самочитабельная книга. То есть, ну, читаем мы всем человечество на Земле. Что христианство – мировая религия. Что мы даже лет исчислений ведем от Рождества Христова до Рождества Христова. Неужели тебе не интересно, как какой-то еврейский раб, никому неизвестный, стал такой великой личностью и для многих людей героем, путеводителем, звездой и даже Богом. Неужели тебе не интересно, как это вообще так случилось? Да? Это очень важно. Можно на все что угодно. Кому на что поднадавить. На какие-то слабенькие точки, если вы это чувствуете, понимаете. Тут я вам даже не приведу всех примеров. Наверное, они не все были в моей жизни. Как и на что я, как сам общаюсь. Это все настолько индивидуально. Ну, есть какие-то. Можно, конечно, по каким-то группам возложить. Но я там, для примера, вам взял одно. А так, можно что угодно. На религиозников вы знаете, как я давлю. Если я знаю, что человек себя православным называет и узнаю, я знаю, что их 95% читали Евангелие. У меня один аргумент. Ты называешь себя христианином? Ты Евангелие не читал? Какой ты христианин? Я говорю, ты антихрист. Для него самое страшное слово. Я говорю, ты антихрист, ты богохульник. Ты называешь себя христианином, пусть и православным, ни разу не читай Евангелие. У меня тут одно, я тычу только в одно. Ты называешь себя последованием того, о котором ты вообще ничего не знаешь. Какой же ты христианин-то? Все, там одна. И вот тут вот каждая просто со своим. С мусульманином такой же разговор. Если ты хочешь узнать, прочитай, пожалуйста, там все написано. Почему он Бог? Тут очень простая методика. Или ты хочешь об этом поговорить, или мне о Мухаммеде рассказать, предложить прочитать Коран. Давай, я прочитаю, не бойтесь прочитать Коран. Дайте друг друга в этом споре, или в диалоге, в чем угодно. Обещание. Ты читаешь Коран, а он читает Евангелие. Сделайте этот подвиг ради Христа. Прочитайте Коран, лишним вам тоже не будет познать всю его несостоятельность. Человек прочтет Евангелие. Если вы соблазнитесь на Коран, или боитесь, что вы там мусульманином станете, от Христа отречетесь. Вы и не были никогда христианином. Вашей вере грош цена. Точнее, ничего, от слова совсем. Вот и все. Если прочитав Коран, вы станете мусульманином, якобы до этого называясь христианином, считавшиеся христианином, вы никогда им не были. Вы никогда не то, что вы о Христе, может, что-то и знали написано, но вы его не познали. Знали, в смысле, по плоти, но по духу вы так и не поняли, кто он. Если у вас Мухаммед, после прочитанного Корана, станет выше Христа, его жизнь, то вы никогда не были последовательны Христа. Значит, вы были только на словах, вы вряд ли жили, не вряд ли, а я сто процентов догорать, вы не жили его жизнью. Тот убивал, а этот давал жизнь. Вы были когда-нибудь христианином? Если вы Христа променяли на Мухаммеда, вы расскажите это кому-то другому, только не мне, и не таким, как я. Вот такое вот мое видео, и поэтому в конце только скажу вот таким вот. Я не зря, если вы заметили, в конце мой ответ такого псевдо-христианам. Ну, или я очень часто, у меня колебания, жалко, одновременно нельзя два ролика выпустить, или два названия сказать, или верующим бесам, вот такими вот. Самое важное, после узнания о Христе, это познание Его, опознание Его невозможно без святой жизни в любви ко всему творению Его, к Его Божьему творению. Это очень важно. Вот так вот. Тогда все вам откроется. И как другим рассказывать? Жизнь, жизнь познается по силе жития. Сказал некогда такой, так, некий Иоанн Лествичник. Вот это очень хорошая мысль, очень правильно. Ну, конечно, у Иисуса на эту тему намного больше. У меня на этом все. Надеюсь, видео были полезны, назидательны. Делитесь им обязательно с теми, кто вас опрошает, такие вопросы. И учитесь сами, конечно, разговаривать однозначно. Разговаривать, подавать. Из того, что я сегодня рассказал, это не значит, что вы только делились этим роликом. Ну, и сами поняли, как отвечать, что. Это все приходит с опытом. Одному, другому, где-то неуверенно сказали, где-то еще. Всему научить все это очень легко. Свидетельствуйте о Христе, свидетельствуйте о истине, о любви. И это невозможно, конечно же, чтобы вам не тыкнули врач, исцелись я сам. Сначала обязательно святая жизнь, чтобы вас было ни в чем укорить. Не путайте только это с тем, с человекоугодничеством, что вы всем должны просто быть угодными. Это не одно и то же. Угодны мы должны быть только Богу. А Бог есть абсолютно любовь и святость. И грешникам он всегда стоит поперек горла. Так что это тоже не путайте. Если вам действительно вменяют в грех то, что грехом не является, потому что вы просто не такой, как все, да, или еще что-то подобные вещи, это ни в коем случае. Это не принимайте. По-настоящему. Как Павел говорил, чтобы если мы сами себя судили, то не были бы судимы от Бога. Сами себя. Вы должны познать, свят вы, и о себе осуждать. Я свят или нет? Я творю добро или нет? Я творю зло или от него отрекся? Не в глазах грешников, что ты их там обличаешь или еще что-то. Ты, конечно, это будет всегда не нравиться. Ты меня любишь? Ну так подержи тут жертву, я ее сейчас изнасилую. Ты же меня любишь? Ну так скажи мне дело любви, подержи тут несчастную жертву, а я ей сейчас голову отрежу. Нет, это чепуха полная. Ты ему не должен уходить. Ты тогда не любишь обоих. Ни этого насильника, ни ту жертву, за которую надо заступиться. Вот эти вещи никогда не путайте. Это и есть как раз святая жизнь в любви ко всем. И после этого обязательно свидетельствуйте. В каком виде решайте сами, а лучше пробовать разное и чередовать и то, и все. И каждому человеку разное подходит. По идее христианин должен быть всем вооружен. Тут полная обойма. Все, что у него и Евангелие должно быть бумажное, и ссылки должны быть подготовлены, и сам уметь говорить. Все надо уметь. Все могу во Христе. Если во Христе, все у вас будет получаться в той или иной форме. Все надо практиковать. Многие дары нам даны, которые мы просто не развиваем. Они у нас есть. Это тоже очень важно. Ну все. Все, кто впервые попал на это видео, меня увидел, услышал, кому понравилось то, что я сказал, лепите лайки под этим видео. Это очень важно для алгоритмов Ютуба. Очень важно. Это не для тщеславия, как очень часто любят тыкать блогеров. Нет, это для алгоритмов Ютуба, чтобы они видели, что контент интересный, его нужно продвигать по всей социальной сети. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления новых видео. Ну и, как я сказал, обязательно поделитесь этим роликом на своих ресурсах. Или когда понадобится. Сохраните его, чтобы делиться дальше. Все, что мы с вами сегодня читали, и вообще на моем сайте вы найдете много всего интересного. В меню, в разделе, здесь найдете и книги, и Библию, и не Библию, и что-то только у меня нет. И проповеди есть все по темам, по-разному собраны. В частности, Иисус Бог. Изучайте, исследуйте. Сайт очень удобный для просмотра, для изучения, для исследования. У меня на этом все. Я с вами прощаюсь. До встречи во всех моих видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok